Музыка Недавно мы с моим другом, с пророком, ездили на Байкал, и там посетили две церкви, мы служили. И я немного, мы отдыхали на Байкале, знаете, я с самого детства мечтал попасть на Байкал. Я помню в школе нам говорили, что это большой резервуар воды, пресной воды, большие запасы и тому подобное. И я помню в школе, говорит, там построили целлозный комбинат, и всю грязь сливают в этот комбинат, в это озеро. Я думаю, вот это гады. Загрязняют мои источники, мои запасы. Я приехал и спрашиваю, братья, у вас что, до сих пор работают они? Нет, закрыли. Я говорю, слава Богу. Они говорят, да, только 10 алюминиевых цехов открыли в Братске. Понимаете? И очень интересно, туда сливают грязь, оно чисто. Уникальное озеро, 1636 или 37 метров глубина, и на самом низу есть жизнь. Понимаете, нефть настолько близко, и она капельками просачивается через почву и поднимается. Но почему-то пленки нету нефтяной на озере, а потому что там живут микробы, которые питаются этой нефтью. Они ее просто съедают. Уникально. Бог создал так нашу планету, просто чудесно, что когда идет пожар, шишки, знаете, в этот момент шишки, они маслянистые, масло сгорает, они открываются, падают всякие там семена, и за там растет тайгар. Понимаете, Бог устроил таким образом, что есть сила восстановления. Вы знаете, что есть сила восстановления в человеческом организме, если человек правильно питается, если правильно поступает, не нарушая определенные законы естественные, у него есть сила восстановиться, исцелиться и без врачей. Бог так устроил все, что есть сила восстановления, главное, чтобы не пересечь точку невозврата. Всегда есть настолько, можно загубить любой источник, можно загубить природу настолько, что уже восстановить ее будет сложно, то есть она сама не восстановится, ей нужна помощь. То же самое и мы, мы способны исцеляться, восстанавливаться, но иногда мы переходим грань точки невозврата, и тогда нам нужна помощь, помощь от Бога. Притча 4.23. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Больше всего. Я в одной церкви, вообще я везде задавал этот вопрос, удивительно, только в одной церкви я нашел женщин, так сказать, смелых женщин, и говорю, у кого есть бриллианты? Такое чувство, у христиан вообще нет бриллиантов. Ни сережек там, ни кулончиков, ни перстня какого-нибудь с бриллиантом. О, женщина, у вас есть у кого-то бриллианты? Да. О, молодцы, вы тоже смелая церковь. Знаете, мне понравились, вы понравились. Я обычно не слушаю, когда говорят грязь о других церквах, пока я сам туда не приеду и не посмотрю. Теперь пусть что угодно говорят. Мы с женой делились впечатлениями и тому подобное. Она говорит, слушай, хороший дух у этих ребят. Я говорю, да. Вернемся к бриллиантам. Вы приходите домой, и они у вас где попало валяются, да? Нет? Я знаю, допустим, когда я купил дорогую машину, я всегда стараюсь ставить хорошую противогонку. Когда строю сейчас себе дом, я классные железные двери ставлю. Я ставлю защиту везде. Я стараюсь хоронить. Когда кто-то строит евроремонт, я не видел такой деревянной двери, которую пнешь, она просто сама откроется. Вы так не поступаете. Мы все стараемся, что для нас ценно, защитить. Но вот такое чувство, что наши сердца для нас не ценны. Писание говорит, прежде чем поставить охранную сигнализацию на машину, прежде чем что-то сделать с бриллиантами, прежде чем поставить железные двери, нужно хранить свое сердце. У меня жена приходит домой периодически, открывает сейф, достает такую деревянную шкатулку, открывает ее, достает всякие клечки, натирает их и говорит, это внучки. Вот эти сережки такие классные, тоже внучки. У нас наконец-то внучка родилась, третья. В смысле, два внука и третья внучка. И она уже какие-то вещи, уже начинает смотреть. Вот это, я говорю, слушай, ты сама-то поноси. Знаете, как-то мы приехали на конференцию в церковь, где вообще не принято носить золотые вещи. Она приехала, пять колец здесь, пять колец здесь. И она ходила и раздавала женам епископов там по колечку. Бог поругаем не бывает, что человек сеет, то и пожнет. Нам не банки с вареньем начали жертвовать, опять у нее куча колец. Когда я покупаю кольца, я заклинаю. Я говорю, никому я просто заклинаю. Никому! Поэтому есть какие-то вещи, нам приятно. Вместе мы собираемся, смотрим. Она говорит, напоминает мне, вот это ты мне в Турции купил, когда мы с тобой так додыхали. Вот это ты мне там купил. И тому подобное. Я говорю, я это все купил? Классно! Знаете, себя начинаешь уважать. Ну, такой, знаете, есть очень разнообразный язык любви. У мужчин проблема иногда говорить слова. Ну, по крайней мере, не проблема что-то купить ценное. Иногда, знаете, я как-то проводил семинар, я разговаривал с женщинами. Я говорю, вот представьте себе, он не может, муж, говорить тебе ласковых слов, он может тебе подарить бриллиант. Она говорит, пусть лучше бриллиант подарит. Я потерплю. Итак, прежде всего хранимого, храни сердце. Из него источники жизни. Поймите одну вещь. Каковы источники, такова и жизнь. Каковы источники, такова и жизнь. Я не помню город. Я смотрел новости, мне было интересно. А в одном городе началась эпидемия. И народ начал искать причину эпидемии. Оказывается, в этом городе есть один святой источник. И каким-то образом зараза из земли, она попала в этот источник, а люди приходят, набираясь со всего города, едут, пьют эту воду. И эпидемия началась. Когда обнаружили это чиновники, они забили это досками колючей проволоки. Но мы же русские. Нас же ничего не остановят. Они разбирали этот забор. Колючую проволоку, но все равно баночку, но нальют и пойдут травить свою семью. Там четко написано, что эпидемия и тому подобное, инфекция в источнике. Но мы же не понимаем этого. Мы все равно идем. То же самое часто и верующие. Знают, что нужно хранить свое сердце. Знают, но они железные двери вперед ставят, автомобиль, бриллианты прячут. А потом, может быть, когда-нибудь исполнят про сердце. Мы очень часто спрашиваем, почему у меня такая жизнь? Кто-нибудь когда-нибудь хоть раз спрашивал об этом? А ты загадывал в свое сердце? Каковы там источники? Чем наполнено твое сердце? Сегодня бич современного христианства. Знаете, как называется? Обида. Куда не приезжаешь. Пол церкви сидят в обидах. Такое чувство, знаете, вот честно я говорю, вот такое чувство, даже взять пасторов. А среди епископов, по-моему, вообще они в институте благородных девиц учились. Слово человеку, скажи, все надувся, обисть, он с тобой не разговаривает. Что произошло с нами, с христианами? Это бич. Я чуть ли не на каждой проповеди или перед проповедью говорю, ребята, есть ужасный грех. Это обида. Если ты обиделся, ты находишься в грехе. Не жди каких-то благословений от Господа, потому что ты в обиде. Обида – это грех. Это бич современного христианства. Я изучал некоторые пороки, в том числе обиды. Врачи очень честно говорят, христианские врачи, есть ли у человека рак, это почти 100% обида. 100% обида. Сегодня среди христиан столько раковых больных. И поэтому, при тем, как я молюсь об исцелении раковых, я учу прости всех. Прости всех. Одна женщина, я служил в одном месте, говорю, здесь есть женщина, у нее рак, ну, назвал все признаки. Она говорит, это у меня. Я говорю, да, но у вас и обида. Она говорит, да. Но она честна. Как от нее избавиться от обиды? Кротость – это готовность осознанно прощать ошибки и обиды от других. Это полный отказ от своего «я» в угоду Богу. Если ты искренне пережил прощение Господа, если ты осознаешь, из какой канавы Бог тебя поднял, то у тебя будет эта сила прощать. Потому что ты осознаешь, Бог мне простил. Я помню однажды, я считал одну вещь грехом. Ну, я же говорю, из старых, я пришел к Господу у бакутистов, потом у пятидесятников воспитывался. И телевизор – это был вообще грех. И знаете, я каждый раз, как посмотрю телевизор, я каюсь в грехе. Я каюсь в грехе. Я каюсь в грехе. Я каюсь в грехе. Я помню очередной раз, я встал на колени и сказал, Господи, прости, я мимо комнаты проходил, а мое семейство неверующее смотрело фильм. Я зашел и присел, и так до конца и просмотрел его. Я опять встал на колени и каялся. Я сегодня свободно смотрю. Если так, для утешения вашего. Но тогда я считал это грехом. Я помню эту молитву, я встал на колени и сказал, и каждый раз я переживал прощение. Я встал перед Господом в очередной раз. Я говорю, Господи, вообще-то я должен опять у тебя попросить прощения, потому что если я не попрошу, я так и останусь в грехе. А вдруг ты завтра придешь? Я сказал, ну я был очень искренен. Я сказал, Господи, но я бы на твоем месте меня не простил бы. Да сколько можно просить это прощение и постоянно опять грешить? Постоял, постоял, думаю, ну если не попрошу, ну как? Говорю, Господи, ну в очередной раз прошу, прости меня. Знаете, я опять пережил его присутствие. Если Бог прощает их худшие грехи, кто я такой, чтобы не простить ближнего своего? Кроткие наследуют землю, без этого невозможно. Кротость. Смотрите, это одно из условий принимать благословение. Очень много я видел людей, которые не умеют принимать благословение. Они, когда Бог говорит, я хочу тебя исцелить, они сидят, думают, а в правду ли Бог хочет меня исцелить? Я хочу тебя благословить финансами. Мне, Господь, что-то мне не верится. Самая большая, я увидел, причина. Я верю, что Бог исцеляет. Соседа слева, я видел. Соседа справа, даже там сзади. Бог исцеляет. А хочет ли меня исцелить? Помните, двое прокаженных шли, они подошли к Иисусу и спросили его, если хочешь. Они не сказали, если можешь. Знаете, многие из нас верят, что Бог может творить чудеса, потому что мы слышали так много. Бог творит в Америке чудес, там в Канаде, там еще где-то, где-то. Вот в России иногда даже видел один раз. Или слышал десять раз. А хочет ли он меня? У кого хоть раз вставал такой вопрос? Поднимите руку. Ну, Слово Божие говорит однозначно. Хочу очиститься. Его любовь. Это его любовь. Она для всех одинаковая. Он нелицеприятен. Пожалуйста, три человека встаньте. Пожалуйста, вот здесь, вот рядышком. Три человека встаньте. Пожалуйста. Вот в полосочку, да? Вот так как-то. В один рядышком, рядышком. Да, ну как. Ладно. Ты сделай один шаг. Ты два шага. Ты три шага. А я, можно ли, с вашего разрешения Бога поиграю хотя бы чуть-чуть? Вот кому я приблизился ближе всего? Кто приблизился сам. Бог, он из-за того, что он, так скажем, ко всем одинаково относится, он не пойдет как родами к одному, ко второму. Он стоит. И кто его ищет, кто приближается, к тому и он и ближе. Аминь. Садитесь, спасибо. Мы очень часто обижаемся. Нам кажется, есть любимчики. Вот он любимчик, вот этот любимчик. Вот для этого Бог так много сделал. А вот меня Бог ли не любит? Извините. У Бога нет условий. Он любит всех одинаково. Все зависит от нас. Насколько мы посвящаем ему жизнь. Насколько мы приближаемся. Если есть кто-то любимчик, это только говорит об одном. Он слишком постарался приблизиться к Богу. Доброхотно дающих любит Бог. Удивительно. Если он безусловный Бог, если он любит безусловие, то почему? К жертвенным он особо проявляет любовь. Никогда не задумывались? Они приближаются через это. Они к нему ближе. Они строят взаимоотношения. Потому что это другая любовь. Это уже дружеская любовь. Это другой уровень отношений. Поэтому если ты желаешь иметь другой уровень отношений, все в твоих руках. Вообще, я об этом мало говорю где, только среди своих. Истинное покаяние начинается с денег. Пока ты не доверишь Богу свой кошелек, ты ему не доверил свою жизнь. Очень просто. Потому что деньги – это эквивалент твоей жизни. Ты берешь часть своей жизни, идешь на работу и продаешь свое здоровье. Потому что жизнь человека состоит и здоровья, и времени, отведенного на земле. Ты тратишь время и тратишь здоровье. Приобретаешь деньги. Деньги – это часть тебя. Вот почему эта тема так болезненная для нас. Но если ты доверил финансам, значит, ты доверил всю жизнь. Ты тогда легко поверишь Богу в большее. Потому что финансы – это меньшее. И верный в меньшем над ноги будет поставлен. А это кротость. Представьте, все эти истины люди слушают и не могут принять. Они годами сидят в церкви и не могут понять простых вещей. Потому что, чтобы принимать Слово Божие, говорит, в кротости примите насаждаемое Слово. Мы слышим Слово по мере нашей кротости. Насаждаемое – значит, есть кто-то, кто насаждает. И, как правило, вначале это пастор, потом созревшие лидеры. Есть кто-то, кто приходит в твою жизнь и насаждает. А у тебя обида на этого человека. Особенно если из мира. Знаете, два человека вместе кололись, пришли, прошли реабилитацию. И вдруг пастор кого-то возвысил. Чего я его буду слушать? Я-то знаю, с чем мы занимались. Слушайте, старой жизни нет. Если пастору удобно работать с этим человеком, он приближает его. У него есть полное право это делать. Если кого-то поставили над тобой, будь кроток. Потому что кротки наследуют землю. Никто не может помешать. Ни твой друг, который стал над тобой, он не пастор. Никто не может помешать тебе принять Божьи благословения, кроме тебя самого. Запомни, помимо дьявола есть другой враг у тебя. Пострашнее дьявола. Это ты сам. Это ты сам. Потому что дьявол ничего не может в твоей жизни, если ты ему не позволишь это сделать. У тебя есть власть над ним. Но если ты в обидах, если ты не хранишь свое сердце. Некоторые из нас превратили свои сердца просто в помойки. Чего там только нету. Каких только проблем нету. Помимо обиды. Иакова 3.16. Это вообще. Я не знаю. Я бы, наверное, везде написал бы это местописание, чтобы люди сидели и понимали. 3.16. Только не Иоанна, а Иакова. А то Иоанна 3.16 классный стих. Бог всех любит, но спасутся только те, кто верят. Поэтому, когда я человеку говорю, тебе нужен Иисус, я испытываю Божью любовь. И не сомневаюсь. Он любит весь мир, но спасение приходит только в жизнь верующих. Ибо где зависть и сварливость, там не устройство и все худое. Если зависть и сварливость, не устройство и все худое. Представляете, все. Это страшные слова. Все плохо. Все хорошо не может быть. Там все плохо. Из-за зависти и сварливости. Там не устройство и все худое. Все. Это значит все. Это хана. Хана. Я изучал о зависти. Врачи такие страшные вещи пишут. Какие заболевания только у людей. Какие головные боли. Какие страдания. Люди переживают из-за зависти. Нету белой зависти. Нету черной зависти. Есть просто зависть, которая порождает твою жизнь. Все плохое. Все плохо. Только из-за зависти. Сегодня в сердцах смотришь, помимо обиды, там зависти. Там сварливость. Это только вот чуть-чуть. По-моему, этого достаточно, чтобы испохабить себе жизнь. Чтобы загрязнить все свои источники. И каковы источники? Такова и жизнь. Если там грязь, то и жизнь вся грязная. Если ужас, что творится в твоем сердце, то этот ужас приходит в твою жизнь. И что бы ты ни делал, ты будешь жить в этой гадости. Пока не очистишь, Иисус Христос тебе поможет в этом. Обратись к Иисусу, и Он всегда поможет. Обратись к Нему. Ты можешь что угодно делать, но есть в твоем сердце, есть эти вещи. Они принесут тебе проблемы. Кротость помогает принимать Слово от Бога. Понимаете, кротость помогает принимать, а смирение дает силу осуществлять. Очень важно. Поэтому Иисус сказал, научитесь от меня кротости и смирения, и найдете покой душам вашим. Вы будете способны принимать Слова Божьи. Я заметил, если у человека нет кротости, закралась какая-то обида на пастора или на любого другого человека, который насаждает Слово. Ты не способен принимать это Слово, либо ты искаженно его принимаешь. Тебе все кажется, что они специальному этому учат. Вот специально, чтобы нами руководить, чтобы господствовать над нами. Загляни в Библию, и ты увидишь, что это там написано, что это Слово Господне. Обида, как я уже сказал, это бич современного христианства. Обиженный человек, он глухой и слепой. Он не видит ничего хорошего. Он видит в жизни только плохое. И не слышит никаких доводов. Такому человеку невозможно помочь. Он изолировал себя от Бога. Он в конечном итоге обижен на Бога. Сначала вроде бы на пастора, потом на Бога, который поставил этого пастора, потом еще. А потом в конечном итоге сам Бог виноват во всех его бедах. Это ужас. Серьезно. За практику, за мою пасторскую практику, это проблемные люди. Им невозможно помочь. Я уже ищу каких-то новообращенных, которые с ним дружат. И говорю, слушай, твой друг погибает. Он не слышит никаких доводов. Я не могу ему помочь. Может быть, ты придешь так по-дружески, объяснишь ему, что он в ловушке сатаны. Я слежу больше всего за этим, потому что на самом деле вокруг жизнь такова. Тебя обижают везде. Обижают не потому, что хотят, а потому, что случайно. Знаете, мне один раз сказал, пастор, ты тут пошутил, а мне было так обидно. Я говорю, слушайте, есть общество, в котором я шучу, даже люди не обращают внимания, поржут вместе со мной. И все, и на этом успокоюсь. А есть общество? И что, мне каждый раз куда приходить, изучать общество, что там приходить? Или вообще не шутить, стать роботом? Вообще-то это проблема тех людей, которые обижаются. Я перестал подстраиваться под людей. Так что, если ты обиделся, тебе надо срочно покаяться. Каяться. Знаете, жизнь очень интересна. Смотрите, вот допустим, я кого-то обидел. Вот поверьте, я буду продолжать жить, наслаждаться присутствием Господа, получать благословение. А ты будешь сидеть этим обиженным в уголочке и страдать. Тебе будут приходить болезни, к тебе будут приходить всякие гадости, понимаете. Потом родится у тебя зависть. Ой, и все, и все худо. Представляете, вы сами загоняете себя в состояние, которое просто убивает вас. Вы мучаетесь в то время, как человек, который вас случайно обидел или нарочно, он живет и процветает. Он-то не обижен. Он всех простил, кому должен был. Нет, это так. Поэтому, если ты посвятил свою жизнь Господу и доверяешь, что Он твой обеспечиватель, то ты не будешь ждать от людей даже хорошего отношения к себе. И в этом есть крутость. Представляете, Иисус Христос, который висел на кресте и молился об этих людях. Вот бы тебя распинали, а я бы матом ругался. Вот как бы до Иисуса далеко. Но на самом деле в тебе живет Иисус. В тебе вся мощь, вся сила Господа. То, кто в тебе, Он больше того, кто в мире. И реально, если ты живешь с Богом, переживаешь Его каждый день. Знаешь, ну скажут что-то обидное, но не убили же. Пока я жив, все может измениться. Завтра я нечаянно могу его обидеть сковородкой по голове. Ну, нечаянно так получилось. Упал, а он не на том месте находился. Да, шутка это. Аминь, аминь, брат. Самая крутая проповедь. Аллилуйя и аминь. Аминь. И так больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Когда я приехал и месяц жил в Америке, я говорю, я не пропагандирую Америку. Я просто детство увидел у американцев, особенно у христиан, тому, чему нам надо учиться. Они знают некоторые законы. Я это увидел. Я помню, когда я приехал в одну корейскую церковь, и меня так, знаете, спросили. Ну, я английского не знаю, но вот эта фраза запоминательна тем, что она похожа на сленговую фразу. Типа, хаваю. Знаете такое слово? Че делаешь, хаваю? Вот на английском это как-то немножко сказать, и как бы, как ты или как дела, можно так перевести. А как произнести, я не знаю правильно. Мне несколько раз мой второй пастор говорил, я говорю, не могу запомнить. Одним словом хаваю. Если быстро произносить, оно примерно так и слышится. Ну, я же русский. А тут меня христиане американские спрашивают. Я же из России. Ну, как российскому служителю не пожаловаться? На жизнь свою. На нехватку финансов и тому подобное. И я начал буквально говорить нечто. Слушайте, они дают на ответ 30 секунд. Если твой ответ им не нравится, они разворачиваются и уходят. Я думаю, я ничего не понял, почему они так поступают? На следующий день я опять пришел в эту церковь. И меня опять хаваю. Он переводчик рядом. Я начал говорить, как плохо нам живется. Они опять развернулись и пошли. И после этого, после этого я стал изучать, что не так со мной. Или что не так с ними. Они же христиане. Они должны выслушать меня, пожалеть меня. Но, в отличие от русских, эти американцы, почти все, не только христиане, но даже неверующие люди знают один закон. Все, что попадает в твои уши, наполняет твое сердце. Он просто наполняет другой закон. От избытка сердца, говорят, уста. И третий закон. Ты будешь питаться от уст своих. От плода уст человека наполняется чрево, ее произведением уст своих он насыщается. И если это взять, я назвал это круговорот в природе. Попадает в твои уши, наполняет твое сердце. Хочешь, не хочешь, ты начнешь говорить. То есть, говорить то, чем наполнено твое сердце. А то, что ты будешь говорить, это начнет осуществляться в твоей жизни. Вот и представьте. У одной бабушки проблемы, и у другой проблемы, только другие. Сели они на лавочке и поделились проблемами. В буквальном смысле этого слова. Она своей проблемой, ей в уши, та наполнилась, начала говорить. И смотри, слушай, у меня, вот я с тобой поговорил, у меня такие же проблемы в доме начались, как и у тебя. Понимаете? И это так. Все, что ты позволяешь, что входило в уши твои, рано или поздно появится в твоей жизни. Потому что каковы источники человека, таков и он. И такова его и жизнь. Поэтому не позволяй говорить неправильные вещи в твои уши. Американцы 30 секунд разворачиваются. Не нравится, им не нравится. Знаете, у них как лампочка, сигнализатор. Ми-ми-ми, опасность, опасность. И они перестают тебя слушать. Поэтому даже два друга, соседи, живут, они не делятся проблемами. Американцы не делятся своими проблемами. Есть специальные люди, психологи. Зарабатывают деньги. Они слушают с утра до вечера, а потом идут своим психологом лечиться. Есть только один человек. Да, это пастор. У него есть сверхъестественная способность. Бог защищает уши, потому что ему нужно выслушивать исповеди. Знаете, у меня тут проблемы с памятью произошли. Мне вообще исповедаться классно. Человек выходит из кабинета, и я уже не помню, с чем он ко мне пришел. У меня в команде есть один пастор. Он говорит, слушай, только не исповедь. Я говорю, а что такое? Мне потом трудно по-прежнему относиться к этому человеку, зная, что он натворил. Я говорю, да, слушай, у меня нет никакой проблемы. Я знаю, что мы все люди, мы все согрешаем. Просто одни честно умеют приходить исповедоваться. Другие живут с этими грехами, и они их мучают. Но я знаю, что пастора имеют от Бога эту силу. Если бы мы понимали, если тебе надо выговориться, найди духовно зрелого служителя и поделись с ним. Не неси свои проблемы своим друзьям, потому что пожалей, яви любовь к твоим друзьям. Мне ваших проблем не надо. Поэтому мне неинтересна грязь людей. Я не знаю, как это можно любить. Некоторые питаются грехами людей. О, я все знаю. Ну что, ты счастлив? Да нет, все эти грехи, по-моему, в моей жизни уже обитают. И это правда. Зачем вы калечите свою жизнь? Берегите ваши сердца. Берегите, не пускайте туда обиду. Видишь обиженного человека? Приходит и начинает лить грязь на слушателя или на кого-то из друзей. Знаешь, вот по дружбе ему скажут, заткнись, пожалуйста, дорогой. Я тебя очень люблю, но ты, пожалуйста, заткнись. Мне твои проблемы не надо. Я не хочу быть слепым и глухим, как ты. Мне не нужна твоя зависть. Потому что у меня вдруг произойдет все худое. Защищайте ваши сердца. Храните ваши сердца. Вам не придется доходить и искать исцеление от болезней. Бог нас исцелил, но мы не храним свои сердца. Мы сами допускаем много проблем, много болезней в наше сердце. Унулый дух сушит кости. Знаешь, как зависть появилась, все. Все плохо. Ну почему вот у него так, вот так. Все в твоих руках. Бог любит тебя точно так же, как твоего пастора, как любого другого служителя. Я когда видел служителей, я так был молодой христианин. А в 90-е годы тогда поднялись очень много. Поднялись большие церкви, потому что был голод, жажда по Богу. И народ просто шел в церкви. Это мы сегодня думаем, вот какой крутой пастор, у него там такая церковь. Просто в правильное время стал пастором. Я много бы мог рассказать о пасторстве. Только одно скажу. Когда пришли и сказали, позволит, женщина пришла моим сыновьям сесть по лево и право, упуская весь разговор, говорит, кому уготовано. Знаете, не все будут пасторами больших церквей, кому уготовано. Потому что один получил один дар, там два, пять, помните, мины, таланты раздавали. По силе каждого. Поэтому хочешь большую церковь, иметь работу и с собой. Есть вещи, где люди прикладывают столько усилий, и у них небольшие церкви. По 50 человек, по 100. Но если бы туда поместить пастора тысячной церкви, у него бы, может быть, два было бы только. Потому что в разных районах разное сопротивление. И то, где этот выживает со своей кучкой, другой бы уже, у которого двухтысячная церковь, там бы помер бы. Это вам утешение, служители. От плода ус человека наполняется чрево его. Знаете, вот в Америке чем интересно. Там все зациклены на успехе. Я был в корейской церкви, я был в церкви Рикворена. Слушайте, это вообще какой-то большущий-большущий клуб. У них проповедь воскресную проповедуют, два, три, четыре пастора. Одну проповедь. Они меняются. Один вышел, уходит, другой продолжает эту проповедь. Интересно. Понимаете, я был в шоке. Идет проповедь о крещении, о водном крещении. Вышел пастор, говорит, бух, экран включается, рекорд уже в Баптистерии, крестит людей. И продолжает эту проповедь. И говорит, ну, кто хочет принять водное крещение, запишитесь там у секретаря. Гаснет экран, выходит другой пастор, продолжает эту проповедь. Когда расписание, какой среди недели. Слушайте, каждый день занят. У них бизнес-клубы, там такие клубы, такие клубы, такие клубы. Это большой просто поселок. Несколько зданий здесь для американцев, здесь для мексиканцев, здесь для детей. И они везде зациклены. Успех, успех, успех. А успех подразумевает хранить свое сердце от всякой гадости, которая украдет у тебя успех. Я был в университете Байола, христианский университет, там очень многие служители учились. Там не только на служителей, там и на бизнес, там факультеты и тому подобное. Очень интересно. Я знаю, как мой сын учился. Его несколько раз за неуспеваемость или вовремя что-то не сдал, чуть не выгоняли. Сначала из технику, потом института. И я смотрю, русские родители, они с первого дня участвуют в жизни. Если чуть просмотрел, выгнали из школы, чуть просмотрел. Это вообще ужас. Мы заставляем наших людей быть успешными. Начинается самое детство. Заставляем быть успешными, заставляем. Не досмотрел. Человек потерял успех. Это то, что я видел в России. Потому что я россиянин и здесь живу. Я люблю Россию. Но вот они там не следят за своими детьми в этом плане. Хочешь быть успешным? Будь. И они слышат об успехе. Я жил в одной семье. Очень интересно. Захожу в комнату ребенка. Там как бы поздравления. Первая прочитанная книга. Вау! Праздник семьи. Успех. Она прочитала первую книжку. Вау! Заняла первое место по гимнастике. Знаете? Их мотивирует постоянно успех, успех, успех. И дети. Особенно, когда они учатся в университетах. Родители не принимают вообще участие. Они понимают. Мне нужен успех. Я должен быть лучшим. Потому что в конце, когда мы закончим, придет дядя из крутой фирмы. И пять лучших студентов. И пять лучших студентов или десять просто возьмет и заберет все фирмы. Все. Обеспечена работа, обеспечена зарплата и тому подобное. Мы иногда думаем, вот они там жируют, американцы. Слушайте, американцы работают на двух-трех работах. Почти все. Есть основная работа и две вспомогательные. А у нас работы нет. Ну, не буду ходить на эту, мало зарабатывают. Иди туда, где много зарабатывают. Ну, там же работать надо. Я не родился пастором. Я пахал и работал всегда. Когда у меня родился первый ребенок, я был почти не миллионером. Тогда шахтеры получали 600-700 тысяч. Я миллион получал. Я устраивался там, где реально платят деньги. Но я знаю, за что их платят. И как пахать приходилось, просто падая. И все, и никакой. Но я знал, у меня есть жена, у меня есть ребенок. Я должен зарабатывать. Это моя мужская ответственность. Вот моя жена рядом, она знает, что я говорю правду. Вначале так не было. Когда я женился, я вот реально был такой фрагмент, когда я был по Богу, просто, вот, мне ничего не надо. Ни еды, ни жены. Мне нужен Бог. Представляете, медовый месяц, а я тут решил по ночам молиться. И это реально. Я вечером уходил, всю семью так, всем спать, родители. Я закрывался в зале, встал на колени и молился до тех пор, пока присутствие Божие не приходило. Я переживал такие вещи. Я сейчас пастором такого не переживаю. То, что тогда переживал. Но самое прикольное, я вспомнил как-то в один вечер, что есть жена. Я пришел, под бочок лег, разделся. И знаете, что произошло? Дух Святой пришел в ту комнату, где я... Я быстренько делся и побежал. Я пришел и говорю, Господь, прости. Ты же знал, что меня здесь нету. И все равно пришел. Я удивился его верности. Просто Господь говорит, будь мудрый, есть не только вот вечер. Для других дел. Есть день большой. Учился. Поэтому необходимо хранить сердце. И чтобы принимать в это сердце слово Господне, очень важно хранить сердце от обиды. Быть кротким. То есть способным осознанно прощать ошибки и обиды против себя. Осознанно. Я осознаю, почему я это делаю. Не просто на эмоциях меня заставили. Я осознаю. Жена говорит, что уже время. Ну ладно, тогда вот это я пропущу. Сердце – это почва, в которую ты садишь семя. Евреи, если хотели кого-то наказать, они брали каждый по камушку. Они проходили и просто бросали. Представляете, когда пару миллионов пройдет и бросит в твой огород по камушку. Сколько тебе лет надо, чтобы разгрести это одному? Я помню, мама на даче. Мы взяли дачу как-то, перекопали землю. Она проборонила. Потом, знаете, каждый год эти травинки, стеклышки вытаскивал. Она до пуха доводила эту землю. Зато у нее постоянно был урожай. Почва нашего сердца. Помните, Иисус говорил о сеятеле, да? Ты не знаешь, как многие вещи происходят. Ты просто сеешь туда. Но если есть что-то, что может задушить это семя, заглушить это семя, твоя обида и многие вещи, ты просто не получишь результата. Мы часто говорим, Господи, ну почему ты не благословляешь меня? Почему ты не благословляешь меня? Бог тебя благословил. Он дал тебе множество семени. Самое интересное, когда вот о деньгах опять, если написано, что он сначала семя или хлеб в пищу. Вспомните, что на первом месте? Семя на первом месте, потому что семя важнее того хлеба, который ты можешь съесть. Кто-нибудь читал Робинзон Круза? Очень интересно. Он нашел несколько семян в кармане там. И он посеял первый год там по два урожа, или по три у них было. И он просто не съел этот. Он опять съел, он опять съел. В конечном итоге у него поле. И он уже мог и сеять, и кушать. Мы пренебрегаем многими вещами, о чем учит нас Библия. Я хотел бы рассказать об одной женщине, которая реально получила свое чудо благодаря своей кротости. Благодаря тому, что она была способна прощать. Я никогда не смотрел на это местописание. Я учил о вере. Вера, вера. Но там больше кротость, чем вера. И благодаря кротости, благодаря способности прощать, она получила свое чудо. Вы все, наверное, по сто раз слышали настолько. Это Марка 5, 25 и дальше. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе, прикоснулась к одежде Его, ибо говорила, если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею, и то час и сяк у нее источник крови. И она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус почувствовал сам в себе, что вышла из Него сила, обратился в народе и сказал, кто прикоснулся к моей одежде? Ученики сказали Ему, «Ты видишь, что народ теснит Тебя и говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Но он посмотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с ней произошло, подошла и пала пред Ним и сказала Ему всю истину. Он сказал ей, «Черри, вера Твоя спасла Тебя, иди в мире и будь здорова от болезни Твоей». Смотрите, это был Израиль, это был Восток, женщина не могла быть среди мужчин. Это во-первых. Она была больна. И когда люди, страдающие этой болезнью, должны были при встрече кричать, «Я нечисто, я нечисто!» и уступать здоровым людям. Что она сделала? Во-первых, она простила всех своих врачей. Как ты думаешь, ты бы обратился к врачу? Тебе пообещали бы, а ты бы заплатил бы хорошо к самому лучшему врачу. Он взял деньги, но не помог. Я видел, как многие ходили и... Наш это горздрав, там и тому подобное. Все, все врачи виноваты. А если второй раз ты обратился, все-таки еще надежда осталась, и опять тебя не вылечили, и третий раз ты потерял все свое состояние, ты продал свою машину, продал свою квартиру трехкомнатную, купил какую-то там маленькую однокомнатную, чтобы где-то жить. Но ничто тебе не помогло. Тебе все хуже и хуже. Вот кто бы из русских мог бы жить в прощении после всего? О, два, три руки вижу, да? Это самое. И вы могли бы просить все? Вот то, что из вас вытащили все деньги. Тут потеряешь три рубля, купишь какую-то вещь, приходишь, она дома развалилась, и начинаешь... О, ты вспомнишь всеми хорошими словами, всем мошенникам. А эта женщина простила. Просил всех. Откуда ты знаешь? Человек в обиде, он глухой и слепой. Она была способна услышать об Иисусе. То есть она сохранила по-прежнему надежду. Люди обижены не хранят надежду. А эта женщина хранила надежду, и поэтому была способна услышать об Иисусе. И когда она услышала, представляете, ей стало еще хуже. Но она выяснила, где этот самый Иисус. Пошла, нашла. А самое интересное, как она, будучи больной, могла пролезть через трой здоровых мужиков, которые толпятся. Знаете, я знаю, когда в очередях стоишь, в больших таких, очередь не стоит на месте, она двигается, постоянно перемещается. Я вспомнил, как я в молодости. У меня была подобная ситуация. В греховной моей молодости, в те 90-е годы, знаете, когда давали всего по две бутылки водки, и меня, как самого непьющего всех мужиков, в котором есть моральная сила, послали за водкой. Я пришел, тогда в магазин невозможно было зайти. Стояли такие решетки и окошечко. Сам магазин не пускали. И эта толпа двигалась. Знаешь, когда двигается толпа, деньги ты мог сунуть, но у тебя-то двигается. А она же не смотрит, был такой обратный. А я подошел, скоро закрытие. Думаю, как мне туда попасть? Вот стоял, стоял, я встал на колени и пополз. Знаете, мне повезло, я дополз четко. Я встал сквозь эту толпу, прямо возле самого окошечка. Деньги сунул, отпустил две бутылки, не разбились, значит в сумку попали. Потому что по-другому никак. Я опять на колени и задом оттуда выползал. Знаете, что такое лесть? Во-первых, между ног удобно. Почему? Там больше всего свободного места. Ей нельзя было, она бы не выдержала эта женщина, ей нужно было, вот добрался, ей нельзя было выдать себя, что она женщина, ей нельзя было выдать, что она больна. Ее побили по закону сразу камнями. Представьте, какой риск. Она рисковала. Некоторые, ой, это надо платить цену. Все, не хочу быть процветающим. Ой, не хочу быть успешным. Ой, надо что-то делать. Слушайте, она ползла в надежде между ног и там ее пинали, не специально, а когда двигались, наступали. Я просто знаю, я вылез, мне все руки отдавили, ребра болели. Думаю, больше я так делать не буду. Она больная была. 12 лет болела, когда ты теряешь кровь, ты слабеешь. Но она все равно сказала, я хочу быть здоровой. Ее ничто не остановило. Она двигалась вперед к своей мечте. Она пробралась между ног, ей было больно, но она терпела. Она могла бы обидеться там, в этой толпе, когда в очередной раз ей наступили на больной мозоль. Она бы сказала, все, достала, уберу такой больной. Но нет, она доползла до цели, она коснулась краю одежды, снизу. Если бы она шла бы, ей пришлось бы нагибаться. А тут она доползла и сказала, за краю одежды. Она была вознаграждена. Знаете, люди, которые имеют кротость, люди, которые имеют кротость, они всегда наследуют землю. Они достигнут, потому что это не предложение, это обещание Господа. Кротки наследуют землю и насладятся множеством мира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова